Ну что ж, ещё раз всем добрый вечер, друзья, команда Армель. На моих часах ровно 21.00. А это значит, что сегодня мы начинаем очередной вебинар из курса «Запуск». Но для меня, друзья, он особенный. Для меня, наверное, он будет таким же значимым, точно так же, как подписание контракта с компанией Армель. Потому что сегодня мы начинаем новый этап формирования нашего бренда. Мы будем говорить о запуске новой линейки. А это значит, что мы с вами творим историю. Историю формирования бренда. И у меня, друзья, захватывает дух от того, что может произойти в ближайшие несколько лет. Почему? Да потому что многие, может быть, уже и представляют, а многие просто ещё не представляют. И я вам хочу открыть картинку видений сегодня о том, на какой гигантский рынок, на какой перспективный рынок, на какой красивый рынок мы приходим. Мы поговорим о том, как же правильно работать с данной линейкой. Какая у нас должна быть с вами миссия при продвижении этого продукта. На какие моменты стоит обращать внимание. Какие ошибки мы можем с вами допустить. И именно от того понимания, которое вы сегодня возьмёте с этой школой, будет зависеть правильный запуск данной линейки. И от этого будет зависеть продвижение бренда в целом. От этого будет зависеть история бренда. От этого будет зависеть дальнейший ассортимент, который, я надеюсь, от нашего правильного внедрения будет расти с каждым разом. От этого, друзья, будет зависеть ваш товарооборот, товарооборот ваших сетей. И как следствие, от этого будет зависеть ваш доход. Поэтому я предлагаю отложить все вообще ненужные дела, какие-то мелкие бытовые проблемы. Просто сесть, погрузиться в это увлекательное, не побоюсь этого слова, путешествие в мир красоты. И запастись листочками, ручками, потому что у меня есть достаточно хороший опыт работы в сфере красоты. И я, друзья, готова. Я с большой радостью сегодня отдам то, что знаю, что, надеюсь, вам поможет в работе с данной линейкой. Предлагаю налить себе чашечку кофе Гоу, насладиться прекрасным ароматом. И, соответственно, друзья, мы с вами начинаем. Вы готовы? Поставьте, пожалуйста, пятерки, кто готов, кто действительно сейчас участвует в этом историческом моменте. Запомните, это число, 16 мая. Супер, супер, отлично, много пятерок. Значит, связь отличная. Я очень люблю обратную связь на своих вебинарах. И мы, друзья, начинаем. Итак, запуск новой линейки. Что же такое Армель Бьюти? Армель Бьюти – это часть линейки Армель Бьюти. То есть это не новое направление, вернее, не новое направление, да, это часть направления бьюти. И слоган, который предлагает нам компания, это «Открой свою красоту». Вот я настолько прониклась этими словами, что действительно считаю, это именно миссией нашей с вами. Действительно открывать в первую очередь свою красоту. Вы дальше поймёте, почему это важно. Открывать красоту ваших клиентов. Открывать потенциал. Вот представляете, к вам приходит клиент, а вы ему открываете что-то новое. Даёте почувствовать женщине себя красивой, ухоженной, любимой. И этот слоган «Открой свою красоту» можно использовать как хэштег. Я даже предлагаю вам использовать его как хэштег. И какие-то посты, связанные с декоративной косметикой, какие-то ваши отзывы можно выкладывать под этим хэштегом. Принимаем. Если принимаем, ставим плюсики и двигаемся дальше. Что же такое косметика «Армель»? Первое, о чём я хотела бы вам сказать, это о ёмкости рынка. Это очень перспективное и масштабное направление. Вы только подумайте, сколько женщин населяет нашу планету. Уже с подросткового возраста девушки начинают подкрашиваться. Рынок красоты, он всегда актуален, потому что люди хотят выглядеть красивыми, ухоженными, молодыми. И, соответственно, мы с вами достойно выходим на данный рынок. Достойно, потому что наша косметика действительно может конкурировать с тем, что есть сегодня на рынке. Я искренне, положа руку на сердце, об этом говорю с большой уверенностью, потому что я уже протестировала данный продукт. И могу сказать, что в наших руках огромный инструмент для завоёвывания этого масштабного рынка. И если мы хотим получить определённый процент от этого гигантского рынка, нам просто нужно сейчас правильно запустить этот продукт, да, как я уже вам говорила. И здесь вы должны понимать о том, как правильно сейчас позиционировать косметику Армель. Самое основное, что вы должны понимать, что мы, если мы говорим о декоративной косметике, мы говорим о косметике Армель. Мы не говорим об итальянской косметике, мы не Итал Косметич, мы бренд Армель. Да, компания выбирает партнёров, да, стратегических партнёров, производителей для того, чтобы наш продукт был качественным. Но нам сейчас не нужно зацикливаться о том, что это Италия, потому что сегодня это Италия, а вдруг это будут какие-то другие ещё страны. И тогда мы сами же начнём оправдываться, да. Соответственно, люди должны понимать, что бренд Армель – это классно, это хорошее качество за честные деньги. Вот это тоже предлагаю сделать таким девизом и предлагаю вот даже вам записать, что косметика Армель – это хорошее качество за честные деньги. Не нужно, давайте не будем сразу допускать ошибок, как мы это делали с парфюмерией. Мы говорили, что у нас французская парфюмерия, а потом выяснилось, что у нас не только парфюмерия, а ещё и куча направлений. И о том, что сейчас не только есть французская эссенция, но ещё и швейцарская. И поэтому мы начинаем сами же за свои ошибки расплачиваться. Поэтому первое, с чего мы начинаем, мы высоко, с большой буквы говорим о том, что на рынке появилась новая косметика – косметика Армель. Это хорошее качество за честные деньги. Как вам такая идея? Поставьте, пожалуйста, пятёрки, кто действительно сейчас проникся и сказал «Вау! Я просто сейчас в чём-то грандиозном участвую! Супер! Вау! Сколько пятёрок! Спасибо вам, друзья!» Соответственно, дальше, что вы должны понимать, что мы легко можем конкурировать за счёт качества, за счёт разумной цены. То есть мы попадаем в десяточку соотношения цены и качества. Мы работаем с конечным потребителем, люди. Потребитель, он всегда платит рублём. И если мы предлагаем человеку лучшее качество, но за большие деньги, человек всегда скажет «Да, ты знаешь, классная косметика, но я вот покупаю дешевле, я не могу платить больше». Но когда мы предлагаем качество не хуже, а, может быть, даже и лучшее, чем человек пользовался, и ещё и говорим «А ты знаешь, а это и стоит ещё дешевле, чем ты брал, или, допустим, на той же ступени, да, смотреть, чем опять же человек пользовался», то у человека ожидание от этого бренда становится выше, и, соответственно, он охотно начинает покупать. И третий момент – это ассортимент, с которым легко быть идеальной. Нам с вами не сказано, друзья, повезло, то, что запуск этой линейки начался с такого шикарного ассортимента. Я знаю, что многие уже начали тестировать данный бренд, и мы видим уже фотографии, отзывы, когда мы видим полностью завершённый макияж. У нас есть абсолютно все инструменты для создания красивых образов, красивых, завершённых, профессиональных образов. Соответственно, наш ассортимент позволяет сегодня зайти уже качественно. И это, друзья, шикарная, шикарная новость, и вы должны понимать, насколько компания заботится о том, чтобы появилось не одно, два, три средства, и сказать, что давайте сейчас запустим, а потом начнём расширять ассортимент. А у нас есть всё для качественного запуска и для того, чтобы люди увидели, что же такое бренд Армель. Надеюсь, что с этим всё понятно, с позиционированием и с нашими преимуществами на рынке мы с вами это уяснили. Двигаемся дальше. Хочу я вас сразу настроить на то, что при запуске нового продукта в сеть будут у вас препятствия. Но препятствия – это всего лишь маленькие такие трудности в достижении большой цели. Соответственно, нужно просто на них правильно реагировать. И вот сейчас мы с вами просто проговорим о том, какие же могут быть препятствия на нашем пути, и когда мы их просто встретим, мы поймём, что с этими препятствиями нужно просто проработать и двигаться дальше. Это могут быть возражения от ваших клиентов и партнёров, причём они могут быть самые неожиданные. Сегодня, когда я буду рассказывать более подробно о каждом средстве, я буду прорабатывать возражения, с которыми вы можете столкнуться, с которыми уже я сталкивалась. Ну, давайте для примера, да, вот вы сами как думаете, у кого есть какие-то мысли, вы можете смело писать в чат, какие могут быть возражения. На самом деле их будет очень много, и они могут быть, я говорю, самые неожиданные для вас. Ну, например, плохая тушь, она сухая, она некачественная, допустим, да, она бракованная, может быть, дорого, да, дорого это обязательно будет у вас. Вдруг возникла аллергия, вот именно вот на Армель возникла аллергия. Может быть, например, слишком жидкая помада, она прям вот вообще жидкая, её неудобно наносить. Либо наоборот, ваша помада слишком сухая, она сушит губы, да. Может быть, плохая тональная основа, потому что она скатывается. Тени могут быть плохие, потому что они скатываются, вообще, фу, ужасные тени. Ненасыщенные цвета, либо наоборот. То есть абсолютно любые возражения. И сегодня обязательно мы чуть позже проговорим, как с ними работать. Следующий момент, это могут быть неоправданные, завышенные ожидания. И вот здесь 90% этих возражений зависит именно от вас, именно от вашего позиционирования. Если вы, например, говорите, наша туша, она с 3D-эффектом. У человека складывается ощущение, что сейчас она взмахнёт кисточкой, и у неё будут накладные ресницы. А она накрасила, а ресницы стали обычные. И у неё очень сильное разочарование. Что ещё может быть? Вы сказали, что тени такие классные, они вообще не скатываются. А у клиентки жирная века, она нанесла тени, у неё тени скатались. Она говорит, это плохое качество. То есть здесь зависит от вашего профессионализма. Не говорите заведомо тех качеств продукту, которых в принципе нет. Это всё равно, что сказать, что матовая помада будет держаться 2 дня, она не стирается. Это неправда. Точно так же, как неправильно говорить, что наш аромат такие стойкие, что они держатся неделю. Это тоже неправда. То есть не самоцель. В некоторых фактах, которые вы говорите, иметь место быть. Жалуются на звук. Пожалуйста, поставьте десятки, кому меня слышно хорошо. Всё, десятки есть, друзья. Значит, у кого плохой звук, вы просто перезаходите. Я не буду прерывать вебинар, чтобы не сорвалась запись. И следующий момент, который может быть препятствием, это неравномерное потребление ассортимента. Вот здесь давайте я немножечко вам поясню, что это такое. Вы должны сразу понимать, что не все клиенты будут готовы пользоваться всем ассортиментом. Потому что кто-то пользуется только тушью для ресниц и больше ничем из декоративной косметики. Кто-то помадой. Кто-то вообще не знает о существовании праймеров, хайлайтеров, корректоров. И наша с вами задача, задача как дистрибьюторов, людей, которые продвигают бренд, давать этот ассортимент пробовать, рассказывать о том, для чего данное средство. И вы об этом сегодня очень много узнаете. У вас останется материал. То есть в этом не переживайте. Всё вы сможете. Соответственно, нам нужно расширять ассортимент. И, возможно, человек никогда этим не пользовался. Но когда вы нанесли, дали попробовать. Человек себя увидел и сказал «Вау!». И это называется «Открой свою красоту». Я вам сразу приведу пример из личной практики. У меня в офисе работает помощница. Я тоже зовут Олеся. И когда пришла декоративная косметика нам на бизнес-пак, естественно, что мы начали тестировать. И, естественно, я ей тоже предложила «Давай попробуешь». На что я получила сразу вот такое же заражение. Ресницы у меня накладные. А помадой я вообще не пользуюсь. Но это было действительно честно, потому что, ну, правда, человек ходит с ненакрашенными губами. Я не стала настаивать, проходит день, проходит второй, а мы же все тестируем. Я назначаю мастер-классы, я показываю клиентам склады, своим партнерам. И на третий день Олеся сдалась. Она решила попробовать помаду. Потому что те отзывы, которые люди говорят при нанесении, да, они не могут оставить равнодушных, даже самого равнодушного человека. Понимаете, мы работаем с эмоциональным продуктом. Человек видит, как загораются глаза девушек, которые пробуют, какие у них эмоции и так далее. И, соответственно, она решила попробовать карандаш с помадой. После этого она говорит, ну, что-то глазами слишком яркие, наносит карандаш для глаз. И после чего я слышу фразу, что, ну, наверное, не хватает бровок. Слушайте, все, я просто здесь выпала. Потому что я говорю, все, ты сдалась, пошла жара, да. То есть человек уже не просто помаду попробовал, он захотел нанести практически все. Поэтому, еще раз, если вам люди говорят какие-то возражения, говорят, что дорого, значит, они не знают, что такое хороший продукт. Они им не пользовались, они не имеют представления о качестве премиум. Какое оно должно быть, как оно должно наноситься, как оно должно ложиться. И здесь от нас зависит именно то, какое у них должно появиться представление, да. То есть, если, от чего могут возникнуть возражения, это ваше неправильное позиционирование, да. Вы либо превысили ожидание клиента, либо рассказали то, чего на самом деле нет, либо еще один момент, это может быть неправильное нанесение. И здесь просто нужно будет отрабатывать данные возражения, разбираться, искать причину. А когда вы сможете правильно отработать возражения? Только тогда, когда вы сами начнете пользоваться продуктом. Когда вы будете понимать, как наносится средство, как оно ложится, как оно держится. И поверьте, тогда любое возражение, оно будет вам по плечу. Друзья, я вижу, что вы начинаете активно писать свои возражения, с которыми встречались. Смотрите как, я не смогу сильно много отвлекаться на чат, чтобы не сбиться с мыслей, чтобы донести всю полезную информацию, которую я сегодня для вас подготовила. Если люди говорят, нет денег купить, предложите им заработать. Если говорят, что дорого, еще раз повторю, что это значит, они не знают, что такое качество премиум. Дорого относительно чего? Задавайте вопросы, потому что если вы зайдете в магазины и посмотрите, сколько стоят линейки премиум качества, вы ужаснете. И вы увидите, что наша косметика, она раз в пять дешевле аналогов, которые представлены на рынке. И это огромнейший плюс. Об этом я говорила вам в самом-самом начале. Итак, двигаемся дальше. Какие же есть решения для эффективного запуска? Вы должны понимать, что научиться продавать косметику, значит, научиться ее потреблять. Начинаем с себя. Вы сможете только тогда качественно продвинуть товар, рассказать о нем только тогда, когда вы прочувствовали его. То есть мы говорим с вами о личном потреблении. Важно, чтобы у вас сейчас сложилось собственное представление о данном бренде, ваши ощущения, потому что по большей степени продаются эмоции и то, что человек видит на вашем лице. Могу здесь сразу сказать, и это один из моих наработанных в процессе долгого опыта выводов, будет продаваться то, что клиент видит на вас. Вот в 90% случаев я продавала ту помаду, которая была на мне. Я продавала те тени, с которыми приходила клиент. Мне говорили, слушай, мне не надо вот те, которые ты мне показываешь. Какие у тебя? Вот я хочу такие же. Понимаете, если вы красиво, достойно, профессионально, ухоженно выглядите, все, клиент покупает уже с вас. Вам не нужно много рассказывать. Самое максимальное, что это останется, просто дать попробовать. И имея убежденность в качестве, вы совершенно спокойно отработаете любое возражение. Если, например, человек вам говорит, слушай, тушь вообще плохо наносится, и она осыпается. Если вы имеете в косметичке тушь, вы можете сказать, слушай, подожди, давай сейчас я достану, мы нанесем и разберемся вообще, в чем, что не так. И так абсолютно в любом средстве. Согласны? Следующий момент. Не завышайте ожидания клиента. Наоборот, результат должен их превысить. Когда мы что-то много начинаем объяснять, особенно новому клиенту, человек воспринимает это как нашу попытку ему что-то продать, что-то навязать. Я всегда даю человеку выбор. Я говорю, слушай, давай я тебе не буду много говорить, много обещать, ведь у тебя своя собственная кожа, свои собственные ощущения. Ты здравый человек, который сам может принять решение. Давай я тебе просто нанесу, и ты сама сделаешь вывод. Ты походишь с этими ощущениями, и потом мне расскажешь о них. А если ты захочешь пользоваться данным продуктом, я тебе с удовольствием расскажу, как можно это сделать, и как можно экономить благодаря этому продукту. Здорово же? Здорово. Поэтому решений на самом деле много, и начинаем мы с себя. Следующий момент. Вам могут попадаться ваши же собственные вредные убеждения. Вот я вас хочу сразу оградить от нескольких самых таких, наиболее часто встречающихся, которые встретились уже мне. И первое такое вредное убеждение. Надо срочно вообще записаться на курсы визажа, стать профессиональным визажистом, и всё, будет мне счастье. И, наконец-то, я осуществлю прорыв в компании Армель. А кто так думает, друзья? Вот кто сейчас, вот только пишите честно, кто решил для себя, что когда появится косметика, я первым делом запишусь на курсы визажа. Давайте честно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто так думает. Я не думал. Я, были такие мысли. У многих не было, но их где-то вот до 50 на 50. Смотрите. Во-первых, когда вы будете учиться на визажистов, если будете, вас будут учить абсолютно на другой косметике. Есть косметика профессиональная, которая может наноситься по редким-редким исключениям, когда вы должны выглядеть, например, очень красиво и эффектно со сцены. Но эта косметика не подразумевает ежедневного ношения. Это я вам тоже говорю из собственного опыта. Второй момент. Визажист, он что делает? Он продаёт свои услуги. И поверьте, профессия визажиста, это тяжёлая профессия. Она требует постоянного совершенства. Это не значит, что вы один раз выучились, и всё. В макияжах постоянно появляются новые тенденции, новые техники нанесения. Это так же, как, не знаю, в парикмахерском искусстве. Кто стоит на месте, тот уже теряет свою клиентскую базу. И поверьте, это огромный труд. Я прошла путь, когда я именно занималась визажом. И это на самом деле очень тяжёлая работа, когда вы минимум час, а то и два пляшете, не побоюсь этого слова, перед клиентом. Вы наносите ему с позиции так, как это надо, так, как это профессионально. И при этом человек смотрит в зеркало, и ему кажется, ой, как мне непривычно. Он чуть ли не хочет это всё стереть. А вы думаете, ёлки-палки, я всё делала грамотно, правильно, а в результате клиент ещё недоволен. И это тяжело психологически и вам, и человеку. Соответственно, вы являетесь MLM-предпринимателями. И наша с вами основная задача какая? Не быть визажистами, не быть парфюмерами. Вот, например, мне, друзья, никак, я вот не парфюмер, например, но мне это абсолютно не мешает создавать тысячные сети, где люди пользуются качественным, классным продуктом. Я не умею красиво рассказывать о парфюме, но мне это совершенно не мешает продвигать нашу линейку парфюма. Точно так же косметика. Задача нас, как MLM-предпринимателей, научиться создавать сети. Проделайте один раз работу, дайте клиенту выбор. И тогда он станет клиентом вашей сети и будет делать постоянный товарооборот. Не продавайте разово свою услугу. Становитесь профессиональным MLM-предпринимателем. Вы сейчас прониклись словами, которые я вам сказала, да? Лучше создать сеть клиентов, которые будут потреблять продукт, нежели однажды продать свои знания в качестве визажиста. И здесь я с вами хотела бы поделиться идеей, которую буду сейчас применять сама. Я буду... что делать? Я буду записываться к визажистам на визаж. Пусть даже я буду отдавать за это деньги. Но я буду просить, чтобы мне делали визаж косметикой бренда Armel. Во-первых, я буду знакомить визажистов с нашим брендом. Я буду спрашивать их отзывы, что очень любят делать люди данной профессии. Уж протестировать они согласятся с удовольствием. И лучше пусть они работают на косметике Armel, но они будут дистрибьютором моей сети. Согласны? Кто принимает эту идею, ставьте пятерки, и мы двигаемся дальше. Следующее вредное убеждение, и наверняка 90% вас уже про это подумали, как жалко, что нет пробников. Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, кто действительно, вот когда косметика вышла, сказал, ёлки-палки, как жалко, что нет пробников. Сколько же, сколько же нас таких! Друзья, здесь я тоже хочу вам открыть видение. Вот я, я, первое, что сказала, слава Богу, что нет пробников. Спасибо вообще компании за то, что они не сделали пробники. Может быть, вы сейчас не понимаете, о чём я говорю, но представьте, появились пробники. С практической точки зрения сомышления клиента это удобно. Но что произойдёт? Вы предложили клиенту пробник, он говорит, слушай, какая классная помада, она долго держится. Вы предложили пробник, он что захотел? Он захотел пробник. В результате что происходит? У вас будут просить покупать пробники, да потому что клиенту это удобно. Он скажет, зачем мне покупать все большие помады, мне их хватит на три года. Да я лучше пробничками маленькими буду пользоваться, если что, докуплю. С позиции клиента это удобно. С позиции MLM предпринимателя это убийственно, друзья. Вы продаёте безбаловую продукцию, вы сажаете людей на пробники. И я вам с тысячей уверенностью могу сказать, что люди захотят пробники. Поэтому не просите даже пробники. Пробников в ближайшее время, слава богу, не будет. Соответственно, понимаете, пробники это другой уровень. Давайте делать всё под номером один. Если мы продвигаем продукт качественный, то продвигаем качественно, по армельному. Точно так же, как вы сейчас просите каталоги и буклеты. Зачем? Вот вы мне объясните, зачем вам каталоги? Вы когда-нибудь покупали косметику по каталогу? Если покупали, то наверняка вам приходил не тот цвет, который вы хотели. Если вы приходите в магазин, даже в магазинах есть стоечки с тестерами. Можно не продавать, но у вас будут просить продавать. Это лишняя, скажем так, проблема для вас, оправдываться и так далее. И всё равно будут продавать пробники, понимаете? Возьмите себе в пользование одну-две помады. Если вы хотите иметь весь ассортимент, во-первых, первое – это дело времени, второе – есть в городах офисы. Вы можете сложиться с вашими активными партнёрами по одной помаде, надо-то всего, допустим, 7 активных человек, и вы имеете полный ассортимент. Но если мы говорим о качественном внедрении, о профессионализме, я первое, что сделала, я взяла абсолютно всё, что сейчас есть представлено в линейке Makeup, и просто пустила это в себе в пользование. У меня складывается моё собственное представление о бренде, и у меня есть, что показать клиентам. Да, согласно, вы сейчас скажете, ну да, ну это же надо много денег. Друзья, это бизнес, это вложение в бизнес. Если у вас нет сейчас денег вложить, заработайте. Как заработать уж, это не проблема. С нашими продуктами, с нашими линейками заработать можно. Больше этого не касаюсь. Да, и ещё одно вредное убеждение. Если косметика вызвала негативные отзывы, клиент потерян. Нет, друзья, клиент не потерян. Нужно просто правильно разобраться, что не так. Объяснить клиенту, может быть, неправильно наносил, может быть, не соблюдал этапность. Ну, как я уже сказала, забегая вперёд, я сейчас обязательно поделюсь с вами по конкретным продуктам теми возражениями, которые можно изначально избежать. Друзья, речь не идёт о закупе, речь идёт о личном пользовании. Мы не говорим о том, что сейчас нужно купить коробку помад. Мы говорим о нескольких штучках, которые вы возьмёте себе в пользование. Двигаемся дальше. С этим всё понятно? Если всё понятно, вы всё принимаете, ставьте пятёрки и двигаемся дальше. Отлично, спасибо. Друзья, давайте вопросы оставим на потом. Если у нас останется время, я обязательно на них отвечу. Если не останется, я вам обязательно предложу решение данного вопроса. Хорошо? Итак, вы должны себе чётко уяснить, что мы являемся продуктом своего продукта. Когда появилась линейка Makeup, когда я её протестировала, у меня захватило дух от той мечты, наверное, которую я сейчас хочу реализовать в компании Armel. А мечта моя заключается в следующем. чтобы наши коллеги, представители других сетевых компаний, когда видели нас с вами, они чётко понимали и шушукались за спиной и говорили, вон Армелечка идёт, это представитель компании Armel. А знаете, они как это будут делать? Они будут делать это потому, как вы будете выглядеть по вашему состоянию кожи, по вашему профессиональному макияжу и, наконец, по аромату, который вы оставляете. Мы должны оставлять след в каждом человеке, положительный след. И первое, что это визуальная картинка. И вот у меня на самом деле сейчас вот идея, которой я полностью полна, которую я уже внедрила в себя, я сейчас смотрю в зеркало и я довольна собой. Я начинаю деньги, записываю сторис, где я показываю свои макияжи. И мне это доставляет огромное удовольствие. И поверьте, вам будет очень приятно получать комплименты от людей. Вам будет приятно, когда вам будут задавать вопросы, а какая помада у тебя на губах? А ты с достоинством будешь говорить, что у меня на губах армель номер 13, например. Точно так же, как сейчас мы говорим, что у тебя за аромат? А у меня армель 159. И это просто, просто вот идея, которой я хочу вас сегодня всех заразить, и чтобы мы с сегодняшнего дня уже начали это воплощать. Принимаем? Ставьте десяточки, всех покорила. Мы уже делаем. Супер, отлично. На самом деле, от нас с вами сейчас очень-очень много зависит. Супер, вы крутые, вы классные, соответственно, я уверена, что мы всё будем делать с вами правильно. Итак, начали с себя. Переходим к самой интересной части, к тому, какие же есть средства, и как с ними правильно работать. Готовы? Самый важный секрет, 50% успеха, как будет выглядеть любая декоративка. Вот запомните, какой бы супер дорогой продукт декоративной косметики не был нанесен на лице, если кожа в плохом состоянии, ни одна косметика не ляжет хорошо, какого бы она премиум-качества не было. Если вы сейчас возьмёте себе в модели женщину, которая годами не укаживала за кожей, которая всячески вредила ей, и нанесёте нашу косметику премиум-качество, не будет должного эффекта. Поэтому от нас с вами зависит именно культура потребления данной линейки, и эту культуру мы должны с вами нести в массы. Очень важно правильно очищать, тонизировать и увлажнять кожу. Если мы с вами не очищаем кожу, мы наносим изо дня в день косметику на слой вот ороговевших клеток, на слой грязи, на слой пыли. И как же может кожа красиво выглядеть, как она может светиться, излучать здоровье, если это просто, я не знаю, панцирь мёртвых клеток, да, конечно, о уходе за кожей это отдельная тема, и мы можем её тоже освещать, да, это отдельный мастер-класс, так скажем, но об этом нужно говорить. И вот один из секретов нанесения тональной основы это первое хорошо увлажнённая кожа. И даже если утром человек, например, очистил кожу, увлажнил её, а макияж к вам, например, на макияж пришёл днём или вечером, всё равно очистите хотя бы мицеллярной водой лицо, нанесите увлажнение, а только после этого наносите следующий этап под декоративной косметики. Обязательно пропишите себе пункт, увлажняющий крем это 50% успеха красивого макияжа. И я вам представляю первый продукт, который мы наносим после увлажнения, это праймер. Это база для идеального кожи. Идеальной кожи, прошу прощения. И вот здесь я хочу вам сказать о первом возражении, с которым мы уже с вами столкнулись и наверняка столкнулись вы. Это то, что база скатывается. Или я нанесла базу и скаталась тоналка. Было такое? Сталкивались с таким возражением? Много нанесли? Еще нет? Ну, пока вы пишете, я начну рассказывать, потому что время было. Смотрите, во-первых, праймер нужно обязательно встряхивать перед нанесением. Это написано в правилах применения. Обязательно об этом говорить клиентам. И праймер, и тональную основу перед нанесением мы должны хорошо потрясти. То есть, если вы не потрясли, соответственно, вы нанесли какой-то отдельный слой, который мог запросто скататься. Следующий момент плохо увлажненное лицо. Вот вы нанесли увлажнение, дали ему немножечко впитаться, только после этого вы наносите средство на лицо, распределяете его тщательно и равномерно, даете также средство впитаться, тогда ваше лицо становится подготовленным и на него хорошо ложится тональная основа. Что вообще дает праймер? Друзья, я вижу, что вы активно сейчас обсуждаете тушь. Давайте так, до туши мы с вами дойдем. Просто своими обсуждениями вы можете мешать и человек упустит какую-то важную информацию. Давайте погружаться именно здесь и сейчас. Тушь мы еще сможем обсудить в чатах. Согласны? Спасибо за понимание, двигаемся дальше. Итак, основа под макияж, она что делает? Она помогает выровнять внешний вид кожи, она продлевает стойкость макияжа и она подходит абсолютно всем оттенкам кожи для создания идеальной базы и безупречного нанесения тональной основы. Хочу сразу же заострить ваше внимание, что продукт водостойкий и на слайде вы видите, какое количество хороших, полезных компонентов, ухаживающих компонентов содержит эта основа. Это говорит о премиум качестве. ни одна дешевая косметика не будет в своем составе содержать такое количество ухаживающих компонентов. Поэтому, когда вам говорят, что дорого, а это еще одно из возражений, всегда делайте акцент на том, какой состав. То есть, это не просто декоративная косметика, это еще и ухаживающая косметика. Не содержит силиконов, не содержит минеральных силиконовых масел, парабенов. Это действительно высочайшее качество продукта. После праймера, с праймером все понятно? Если вдруг что-то непонятно, сигнализируйте в чат. Двигаемся дальше. Далее впитаться праймеру, дальше мы наносим тональную основу. Опять же, вспоминайте, что ее нужно обязательно взболтать. на сегодняшний день представлен один оттенок тональной основы, но преимущество этого оттенка в том, что он действительно может подстраиваться под тон кожи. Я соглашу, что на некоторой коже чуть-чуть этот крем дает желтоватый оттенок, но здесь, друзья, просто мы сейчас дождемся еще нескольких оттенков. светлым тоже может подойти, но нужно пробовать, нужно пробовать и смотреть, потому что сейчас, кстати, уже первое солнце, кожа начинает загорать, и большинству эта тональная основа именно подойдет. Опять же, смотрите, какое количество ухаживающих компонентов содержится в этой тональной основе. Самый важный момент, что эта тональная основа не просто является тоном, это защита. Вот вы нанесли увлажняющий крем, если не нанести защиту на коже, то все выхлопные газы, которые есть на улице, вся грязь, вся пыль попадет обратно в поры, и тональная основа является защитой, это как москитная сеточка на форточках, вот так же тональная основа это ваш москитный москитная сеточка, еще могу сказать, что это сарафан летом и шубка зимой, то есть тональную основу нужно обязательно иметь, это защита, это определенный этап в нанесении косметики, и вы об этом должны тоже, друзья, говорить, потому что многие люди вообще в принципе не наносят тональную основу, они считают, что она утяжеляет кожу, кожа не дышит, она течет, просто они не пробовали тональную основу армей, настолько невесомая текстура, настолько нежная текстура, ее действительно не чувствуешь на коже, кожа дышит, в составе нету ни парабенов, ни силиконов, ни минеральных масел, соответственно этот продукт обладает уходовыми свойствами, плюс еще различными ингредиентами и супер новость, что здесь содержится SPF фильтр, потому что основной проблемой первых морщинок, с этим сталкивается любая девушка, любая женщина, самый сильный фактор это лучи, это солнечные лучи, и если кожу не защищать, соответственно вы быстрее столкнетесь с первыми признаками проявления старения, а кто с этим хочет столкнуться, согласно никто, здесь вы можете предложить решение проблемы, еще один момент пигментации, те кто не пользуется солнцезащитным средством начиная с мая, уже в мае начинает ходить с пятнами, многие девушки сталкиваются с такой проблемой, предложите им решение, тональная основа с SPF фильтром, и здесь мы снова попадаем с вами в десяточку, следующий момент очень важный, о котором я хотела бы сказать, это нанесение, наносить нужно по массажным линиям, ни в коем случае не растягивающими движениями, и в этом нам помогают наши шикарные кисти, позже будет слайд, я расскажу какая кисть для чего, но есть у нас отдельная кисть для тональной основы, она сделана из искусственного волокна, что позволяет, чтобы тональная основа не впитывалась, и соответственно вы не тратите много средства при нанесении тональной основы кистью, можно конечно наносить руками, но тогда делайте это осторожно, но текстура тональных кремов, она все-таки имеет такую плотненькую текстуру, и когда мы наносим ее на лицо пальчиками, мы хотим этого или не хотим, мы кожу растягиваем, поэтому в помощь наша кисть, кисть шикарная, можно легко прокрасить носогубные складочки, область вокруг глаз, поэтому кисть тоже обязательно рекомендую продавать в комплексе с тональной основой, точно так же, когда вы покупаете телефон, вы не просто покупаете телефон, вы обязательно покупаете чехол, наклейку, страховку и так далее, продавайте к нашей тональной основе обязательно кисть для нанесения тональной основы, тональной основы. С этим моментом все понятно, двигаемся дальше, поставьте пожалуйста плюсики, кто усвоил эти моменты, вопросов нет, мы двигаемся дальше. Супер, класс, летит время, мне так хочется много вам рассказать. Следующее средство, которые нам помогают в идеальном тоне, это пудра хайлайтер, компактная румяна, контурирующая румяна. Вот здесь, друзья, многие люди тоже вообще представления не имеют, для чего нужны контурирующие румяна, для чего нужен хайлайтер, а на самом деле, они в макияже играют, ну просто огромнейшую функцию, да, смотрите, у нас есть компактная пудра, пудра является завершающим этапом по нанесению тона, и вот здесь тоже многие не пользуются пудрой, потому что считают, что поры будут забиваться, пудра будет видна, пудра будет придавать, подчеркивать морщинки, это тоже не про пудру армель, очень легкая текстура, с таким, знаете, бархатным эффектом, цвета естественные, они не подчеркивают на коже какие-то недостатки, они наоборот делают кожу более совершенной, более свежей, они, эта пудра подстраивается под разные цветы типа кожи, опять же, за счет ухаживающих компонентов, представляете, это не просто пудра, это еще ухаживающая, ухаживающий этап на вашем лице, также не содержит компоненты животного происхождения, не содержит минеральных, силиконовых масел, это действительно невесомая текстура, и эти ощущения нужно просто подарить людям, чтобы они это почувствовали, обязательно берите отзывы, следующий момент, для чего нужны контурирующие румяны и хайлайтер, смотрите, хайлайтер, он придает коже сияние, он делает кожу более здоровой, более отдохнувшей, часто бывает, что женщины, допустим, не выспались, они уставшие, а выглядеть хочется хорошо, или нас обязывает статус, вот если вы нанесете правильно контурирующие румяны с хайлайтером, люди подумают, что вы вернулись с отпуска, это я вам гарантирую, то есть эти средства нужны для скульптурирования лица, контурирующими румянами мы придаем некий рельеф, либо можно наносить его по скулке, либо просто прорисовывать такую букву З, образную букву З, не бойтесь навредить, текстура пудры, румян настолько невесомая, что переборщить с ней просто нельзя, интенсивность вы можете регулировать самостоятельно, то есть если вы первый раз нанесли и вам кажется мало, вы нанесете второй, третий слой и так далее, на кисть берется нужное количество, то есть с этим тоже не бойтесь переборщить и в этом тоже нам помогают очень качественные кисти, все кисти они созданы из искусственного волокна, это сейчас является трендом и соответственно профессиональные кисти это вторые 50% в качественном макияже, который вы можете создать себе и румяна тоже обращаю ваше внимание, что наши румяны вы видите это такая мозаичка они сочетают в себе и матовые и перламутровые фактуры, что позволяет формировать оттенки под разные цветотипы и сейчас идет тенденция в макияжах это минимализм представляете человек не покупает палитру там из 3-4-5 цветов он покупает одни румяна и этими румянами создает разные образы это же классно это здорово и это опять же наше с вами преимущество на рынке которое мы можем предложить мы идем в тренде мы идем в ногу со временем двигаемся друзья дальше следующий момент к которому мы приступаем после нанесения тона это оформление бровей брови это контур на вашем лице если женщина выполняет макияж глаз губ и при этом не оформляет брови такое чувство что чего-то не хватает это как рамка на фотографии просто фотографию поставить и фотографию в рамке есть же разница есть все карандаши наши они на восковой основе я когда это узнала я была просто в диком восторге это я уже оценивала с профессиональной точки зрения что значит на восковой основе ну все вы видели восковые свечки вот представьте жидкая свечка она капнула и когда она застыла она уже не потечет да все помнили о чем я говорю а теперь представьте наши карандаши не текут сейчас будет лето сейчас будет жара люди проводят по бровям и о боже такая полоска идет с нашими карандашами такого не будет просто мы наносим вырисовываем гровку растушевываем ее заполняем неровности и так далее сейчас наверное мужчины которые присутствуют в чате скажут боже мой да что же делают с собой женщины ну вот красота требует жертв смотрите нанесли дали высохнуть и тогда Артем пишет боже мой да и тогда уже карандашик никуда не денется шикарного качества карандаши они очень мягкие дают естественный равномерный цвет они дают высокую степень покрытия и наши карандаши восковые они водостойкие они держатся до 4 часов шикарная новость то есть нашими карандашами нашей косметикой можно выполнять полупрофессиональный макияж даже профессиональный да даже это плюс потому что нашей косметикой можно пользоваться не только по праздникам как это бывает с профессиональной косметикой а именно каждый день потому что она еще и является уходовой и конечно карандаши легко подобрать по цвету если я говорю быстро для многих то просто друзья запоминайте потому что время неумолимо бежит а мне хочется вам очень много еще рассказать то же самое могу сказать про карандаши для глаз они также на восковой основе они шикарно наносятся они в своем составе имеют витамины и знаете отличительная особенность хороших карандашей когда мы наносим на глаза мы не растягиваем кожу потому что при растяжении кожи мы тоже провоцируем первые морщины вот с карандашами армель такого не происходит кроме того они шикарно друзья тушуются я обожаю карандаши которые можно тушевать потому что придается более такая сглаженная линия не такая жесткая не такая темная она более естественна и соответственно здесь я ну просто влюбилась в данные карандаши кроме того формула этих карандашей может быть использована как техника такая называется кайал кто не знает я поясню то есть когда мы прорисовываем внутренний век когда мы касаемся слизистой и здесь во первых не будет никакого раздражения карандаши одобрены дерматологами и опять же они очень мягкие и соответственно мы глаз не повреждаем следующий момент тушь тушь у нас сейчас представлено двух видов удлиняющая тушь и тушь три в одном вот здесь тоже очень важно не давать завышенные ожидания не говорить о том что будет эффект накладных ресниц потому что представление накладных ресниц у всех совершенно разное и здесь друзья тушь это очень индивидуальный продукт его нужно пробовать к нему нужно привыкать и правильно пользоваться очень важно когда вы тушь открываете и закрываете выкручивающими движениями открывать и выкручивающими движениями закрывать тогда вы помогаете воздуху ненужному лишнему выходить и соответственно тушь будет больше оставаться качественной она не будет сохнуть так же неправильно тушь в нее плевать как это делали раньше помните такие плевалки были потому что будут развиваться бактерии соответственно этого делать не нужно у туши очень шелковистая кремовая текстура она легко наносится на все виды ресниц она не осыпается она не размазывается кроме того когда вы наносите туши если вдруг вы ну мазнули да допустим там на скульку либо на веко не торопитесь тушь размазать я уже проводила эфир когда тестировала данную тушь и показывала вы просто берете наш карандаш для бровей там есть такая шикарная кисточка и вот этой кисточкой после того как тушь немножечко высохла вы просто аккуратно проводите щеточкой и в считанные секунды тушь исчезает то есть вы любой макияж так можете поправить вот следующий момент хотела сказать про щеточку щетки содержат натуральные волокна полученные из бамбука что усиливает естественный эффект естественный эффект длины естественный эффект объема то есть у нас с вами будут сохраняться такие естественные в то же время красивые прорисованные ресницы тушь более чем на 80% состоит из ингредиентов растительного происхождения и содержит витамин Е и пантенол то есть она еще является уходом то есть она укрепляет наши ресницы бомба информация тушь тушь шикарная просто может быть кто-то поначалу не привык к кисточке опять же дайте человеку попробовать и человек просто привыкнет это как поменять привычки да раньше кофе сыпали растворимый пили сейчас завариваем через дриппакет и все довольны и счастливы двигаемся дальше макияж глаз здесь у нас представлены тени несколько видов это компактные тени которые имеют палитру из 4 актуальных оттенков и здесь мы снова в тренде потому что из этих 4 оттенков можно создать как минимум 3-4 разных макияжа это тоже нужно показывать рассказывать клиентам тени позволяют создавать спокойный либо выразительный макияж за счет того что есть тени матовые с эффектом мерцания опять же мы можем создавать разные образы тени очень мягкой плотной структуры они имеют среднюю степень стойкости вот здесь я хотела тоже проговорить возражения друзья не говорите что наши тени не скатываются тени могут скатываться помните я вам говорила что 90 процентов зависит от состояния кожи вот если тени скатываются это как правило причина жирного века очень многие женщины страдают жирным веком и здесь первый вопрос какой вы должны задавать как ухаживаешь за лицом чем умываешься я даже сразу говорю вот знаешь на 90 процентов я уверена что ты умываешься мылом человек мне говорит слушай откуда ты узнала я говорю да потому что у тебя жирный век в 90 процентов случаев причина жирного века это в неправильном уходе когда человек умывается мылом мыло оно удаляет излишний жир и спор в области вокруг глаз у нас и так очень маленькое количество жировых клеточек и соответственно кожа у нас очень умный организм она начинает подстраиваться она начинает защищаться и выделять ненужное количество вот этого жирного века самого и соответственно тени от этого начинают скатываться первое решение мы меняем уход и второе решение это база под тени база под тени она во первых не дает теням скатываться и следующий момент она продлевает стойкость макияжа базу вот базу я люблю наносить пальцем именно такими легкими вбивающими движениями именно безымянным пальчиком потому что он у нас самый неразработанный и этим пальцем мы ну меньше можем повредить кожу нанесли основу под тени и важное условие мы сразу наносим тени то есть нельзя так что утром вы нанесли базу а вечером вы наносите вечерний макияж уже эффекта такого не будет также у нас есть кремовые тени да вот в палитре кремовые тени они долго держатся на веках они очень приятны в нанесении у них шикарная такая кремовая текстура и с их помощью можно создавать красивые переходы да либо использовать их даже в создании контура выделять скулки делать подсвеченность кожи наносить подбровку эффект можно получать ну просто потрясающий обеспечивать какую-то знаете такую особенную цвету передачи которую вот сильно не видно но при поворотах вас там вправо влево вы будете просто безгранично сиять и кожа будет очень свежей красивой также все тени являются уходовыми они очень очень легкие в применении здесь вы тоже не сможете переборщить то есть премиум качество опять же это легкость нанесения даже если вы не профессионал вы легко можете дать клиенту попробовать нанести так как он умеет и он уже будет в восторге про глаза проговорили надеюсь здесь тоже вопросов нет спасибо тем кто пишет свои ощущения о продукте дальше макияж для губ вот знаете помады я просто влюбилась те кто опять же смотрел мои видео на канале либо сторисы поняли на самом деле я вот честно говорю я ждала больше туш больше тени почему-то как-то у меня все покончалось и я ждала появления этих продуктов но больше всего я влюбилась в помады и вот эти ощущения их передать невозможно это нужно просто почувствовать поэтому кто еще друзья не пробовал просто срочно заказывайте себе обязательно матовую помаду обязательно кашемировую помаду и контур для губ и просто почувствуйте это качество это что-то невероятное кашемировые помады это новое поколение матовых помад у них ну просто шикарная структура она предотвращает ощущение сухости на губах такое ощущение что на ваших губах просто какой-то легкий ухаживающий бальзам но вместе с тем помада настолько классно покрывает губы знаете такой гладкой невесомой текстурой и у вас формируется такой 3D эффект ваши губы ну просто соблазнительно выглядят они ухоженные они красивые благодаря вот именно полному покрытию вот этой вот гладкой текстуре помады не растекаются даже если вы наносите без контура хотя в нанесении контура сейчас тоже есть такие новые фишечки когда мы контур допустим наносим на всю поверхность бут и слегка растушевываем и на серединку уже наносим помаду следующий момент с которыми у вас могут возникнуть возражения очень мало карандашей по цветам опять же говорите про тенденции сейчас не самоцель иметь много карандашей а именно их уникальность в подборе вот этих карандашей на самом деле достаточно для нанесения наших помад всегда самое сложное подобрать под красную помаду карандаш а под красную помаду он идеально подходит и еще один момент в котором я хотела вас предостеречь это именно матовые помады смотрите помада жидкая помада она имеет потрясающее матовое покрытие но здесь важно правильно нанести она имеет очень удобную кисточку с помощью которой вы можете тоже формировать интенсивность и насыщенность цвета с помощью щеточки но чтобы не менять текстуру помады при нанесении не надо придавливать ее губами то есть вы нанесли помаду и дайте ей высохнуть и вы увидите как на глазах она поменяет вот эту текстуру вы увидите матовость помада стойкая но опять же не говорите о том что она должна держаться несколько суток гарантированно 4-5 часов это будет обязательно вот соответственно нет ощущения сухости помада не растекается но я просто была в шоке вот именно от качества помады еще раз говорю о том что просто нужно брать и пробовать ну невозможно после такой помады не захотеть иметь ее у себя в косметичке вот они наши кисти здесь вы видите 5 кистей смотрите самая нижняя это кисть для вот она видно да карандашиком я показываю кисть для нанесения тональной основы дальше у нас есть кисть для пудры следующая кисть вы видите она немножечко скошенная специальная кисть для румян для того чтобы придать вот эту вот скулку следующие две кисти это кисти для нанесения теней одна кисточка более коротенькая она идет для прорисовывания уголочков какого-то контура да и вторая кисть более высоким волоском она идет для растушевывания вот поэтому тоже рекомендую иметь данные кисти в вашем арсенале особенно для тех кто хочет правильно профессионально работать с армей следующий момент которым тоже хочу проговорить это закрепление макияжа и вот здесь нам с вами может помочь именно наша термальная вода многие из вас наверняка не знали что это является закреплением макияжа многие могут сказать ну как же макияж он повредится вот хорошая новость заключается в том что термальная вода не повреждает ваш макияж наоборот вы можете освежать в течение дня макияж потому что термальная вода она стимулирует приток кислорода к клеткам она увлажняет кожу она восстанавливает влагу она возвращает кожу бархатистость комфорт сияние ее можно носить с собой брать в самолет объем тюбика позволяет это сделать потому что в ней 90 миллилитров фонисто вот и поэтому тоже обязательно говорите о том что термальная вода это тоже определенный этап в уходе за лицом в нанесении декоративной косметики и конечно же важный этап это правильное снятие макияжа и здесь нам помогает мицеллярная вода как я уже говорила отдельно область вокруг глаз это особая область здесь могут быть куча возражений связанных с декоративной косметикой от неправильного кода вот точно так же очищать область вокруг глаз нужно правильно потому что еще раз повторюсь кожа самая тонкая она не содержит саймных желез если мы очищаем обычным средством даже нашей мягкой пенкой все равно мы наносим некий такой урон поэтому область вокруг глаз имеем отдельные средства имеем обязательно крем для кожи вокруг глаз и за областью вокруг глаз начинаем следить уже с 20 лет потому что к 20 годам кожа завершает процесс формирования и хотим мы этого друзья или не хотим запускаются процессы старения и еще один момент о котором тоже хочу с вами поделиться морщинки они рождаются на более глубоких слоях и если вы в 20-25 лет не видите морщинки это не значит что у вас их нет они есть но они на более тонн глубоких слоях и просто если не ухаживать правильно за кожей в определенный момент вы хоп и увидите как у вас появились морщинки чтобы этого нет любую морщинку лучше профилактировать соответственно правильное снятие макияжа это тоже профилактика преждевременного старения вот ну что я думаю что вы наполнились информацией да я уверена что возможно у вас есть вопросы но время неумолимо пробежало у меня просто даже не остается пяти минут для того чтобы ответить на ваши вопросы но есть хорошая новость все вопросы которые у вас остались сегодня которые будут появляться в процессе вы пишите на почту сейчас я вам напишу ее в чате так марки так прошу прощения маркетинг все наверное знаете эту почту маркетинг собака армель точка воруд благодаря вашим вопросам мы сможем формировать ответы и уже в следующих школах не написала слово воруд но надеюсь что вы все поймете да маркетинг собака армель точка воруд формируйте свои вопросы мы будем формировать ответы и делать познавательные информативные следующие школы и конечно в завершении я не могу не сказать о предстоящем событии на котором вы можете быть уже в самом красивом образе самым красивым макияжем показать свое лицо привести команды это конечно же премиум который будет 13-14 октября посмотрите на зал посмотрите где будете вы представьте визуально купите билет подарите себе эту путевку и конечно же я вам желаю быть самыми красивыми самыми успешными начните себя вспомните о той идее быть лицом компании быть лицом бренда помните о том что мы сейчас формируем историю бренда и насколько красивой истории это будет зависеть от нас какой виток в этой истории оставим мы будет тоже зависеть именно от нас я благодарю всех кто был этот час со мной надеюсь вебинар был очень полезен спасибо вам за ваши отзывы всем спасибо всем пока пока